Очень важный вопрос, связанный с выплатой 42 500 тенге. Вот люди пишут, скинули эти несчастные деньги, которые потратили на золотые продукты, а теперь говорят, чтобы вернули. Да, вообще, честно говоря, я знаю, что наша политическая верхушка никакая, дилетанты, патенты. Но чтобы быть настолько еще тупыми, вот каждый раз я не могу привыкнуть, понимаете? Ну как это? Сами объявили, сами установили электронную систему контакта, сами эти деньги зачисляли, сами установили правила. Люди, какое-то количество неизвестное, вот, получили, кое-как потратили, теперь они какие-то поправки делают, дополнение делают и объявляют, что мы вас еще, оказывается, в тюрьму посадим. Вообще, просто нереально, нереально тупое правительство во главе с Тукаевым. Я же вам говорил, что он мебель, так он еще тупая мебель, понимаете? Вместе с тупым премьером Мамином, который просто обворовал нашу железную дорогу, угробил, грабил вместе с семьей Назарбаева, сейчас там отели всякие на эти награбленные деньги построил. Ну и представляете, 42 тысячи тенге это меньше 100 долларов, они тут миллиардами гребут каждый день, и теперь мы узнаем, что эти деньги многим надо вернуть, и что грозит. Вот сегодня я опубликовал пост, там адвокат написал по этому поводу свое заключение. Это значит, статья применяется, инкриминируется 190, мошенничество, или штраф 11 миллионов 112 тысяч тенге. Нет, шикарный бизнес. Отдать самим на тех правилах при помощи этих же технологий дистанционно зачислить людям деньги 42 тысяч 500 тенге, а потом, когда они потрачены, забирать их обратно и говорить, что а теперь замен ты отдай 11 миллионов тенге. Ну просто нереальный бизнес. Вот, и еще могут тюрьму посадить сроком до 4 лет. Но здесь замминистра труда откомментировал, написал в фейсбуке пост, что вот если вы сами эти деньги дадите, то у вас не будет преследования. Знаете как? Это, что называется, его слово вообще ничего не стоит. Есть законодательство. И вот адвокат очень здесь откомментировал, что если человек получил деньги, по версии правительства, он украл, получается. Потом он возвращает то законодательство, не освобождает его от ответственности за это мошенничество. И предполагается, что он заплатит штраф 11 миллионов с чем-то тенге или получит 3 года тюрьмы. То есть, соответственно, следственные органы обязаны по законодательству привлечь этого человека, который признался, который признался, что он эти деньги незаконно получил. Вы представляете? Они неправильно все сделали, сами, сами выдали деньги. Теперь вы несете быстренько эти деньги обратно, теперь обратная очередь. А правительство вам говорит, следователь обязан сделать. Он не имеет права даже сам принимать решение, не привлекать вас к ответственности. А следователь вам должен спаять или 4 года тюрьмы, или вы 11 миллионов должны заплатить. Вообще просто нереально, нереально тупые люди работают в правительстве во главе с Хасанжимар Токаевым. Ну, собственно, и раньше так было же, помните, АСП они выдали людям, люди потратили, потом их судебно-порядки эти деньги изымали обратно. То есть, с нашим правительством, что называется, как этот, опасную игру играешь. Получил помощь, вроде бы с трудом, добровольно они выдали, а потом ты, оказывается, еще и преступник. И вот получается, что деньги вы должны вернуть, все, кто получили. Но еще другая ситуация вообще интересная. Раз они признали, что деньги какая-то часть населения получила, по их версии, незаконно, стоит вопрос, а кто их выдавал? Кто такое решение принимал? Решение принимал сам Токаев. Он подписывал, подписывали министры, подписывали исполнители. Эти исполнители работали по команде этих чиновников высокопоставленных. Кто нарушил закон? Эти чиновники. Кто должен быть привлечен к ответственности? Эти чиновники. Кто ошибочно выдавал деньги и строил неправильно программы IT? Это вот какие-то программисты какого-то уровня. Но, чтобы вы знали, как эта машина работает. Она, во-первых, работает избирательно. Ну, они сейчас говорят, ну, там, миллионы людей никого не привлекут, не смогут. Но надо понимать, что вот эти миллионы, которые, как считает правительство, незаконно получили, они уже как бы на крючке. И у нынешней власти есть формальная возможность привлекать к ответственности. Простых граждан. И что делать? Уважаемые друзья, это ваш выбор. Я здесь не советчик. Можете вернуть, если у вас есть возможность. Можете не вернуть. Но власть этим решением просто из пулемета била по своим ногам. И так, что называется, на глиняных ногах стояли. И именно поэтому все такие любые решения вызывают отвращение у наших граждан. Просто вот невыразимое отвращение. И в итоге они каждый раз приближают свою смерть. Политическую смерть. И, конечно, с них спрос будет, безусловно. Продолжение следует...